всем привет привет уважаемые зрители моего канала несу утят у меня есть у . с утятами там утятки правда постарше сейчас будем смотреть как она их примет частенько эти вопросы да что можно нельзя ребят все зависит от характера утки есть утки которые всех утят принимают и гусят и утят циклят они сутки которые собственных утят что твои детки смотри 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 кеш смотрите детки ну а есть такие утки которые уничтожают по какой-то причине своих собственных утят для меня это до сих пор загадка остается почему они так делают непонятно сейчас идем 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 так отключаюсь на секундочку так ну что утятки издают звуки у . вон она стоит вроде бы отвечает им так давайте отпускать их посмотрим что дальше будет видите вот сколько тебе не обижай их не обижай так пошли 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 сейчас главное чтобы они перемешались с утятками постарше так пошли в общую стайку все нормально все нормально то есть вот этот ее агрессивный такое потаптывание да это она давала мне понять что она их защищает все все вместе перемешались утка начала чиститься там наверно вам не видно да так ребят значит вот час с утра их покормили напоили тут же они углазали всю воду вот в такой мелкой поилочки в как будто нас эта крышка от фляги мы даем пить почему потому что маленькие утятки в глубоких поилках могут утонуть если у вас поилочка глубокая значит обязательно давайте а невозможно увеличить масштаб почему-то невозможно минус масштаб так не видно ну ладно значит смотрите если будет поилка глубокая значит на дно поилки обязательно кладите камушек кирпичик какой-то плоский для того чтобы утята могли случае того если они попадают в поилку чтобы они могли из нее вылезти то есть опора какая-то нужно так но сейчас тепло у них была красная лампа сейчас у них обычная лампа кстати очень удобные плафоны заказывал на вал берез 1700 по моему вот нравится во первых от самого плафона идет тепло так как он нагревается не только лампа инфракрасная дает тепло но еще этот плафон вот и защитная сетка внизу у нас она правда пострадала от поросят они ее сдернули поросята съели эту сетку помяли ее но мы решили что без сетки в принципе тоже можно так ну что меня радует поведение утки сейчас я попробую в другом режиме так вот так вот чуть телефон мудрит ну вот смотрите все они вместе в кучку сбились агрессия на никакой не проявляет к ним все нормально приняла вот хорошая мамашка обычно таких уточек я кольцую для того чтобы понимать те утки которые проявляют агрессию к утятам идут на отбраковку засвечена да ну во всяком случае видно что все вместе она в общем то ничего плохого не делает это хорошо так подстилка здесь может показаться грязная она не грязная здесь опилки с добавлением сена и вот периодически сюда зелепушку кидаем вот укропчик всякий лучок и так далее сейчас я ее все-таки поближе вам сниму ну как ты там принцесса ты моя хорошая все все-все-все-все не надо и нас меня меня отгоняет он у нее то прям целый этот инкубаторий утят так друзья еще были вопросы по давайте на улицу выйдем были вопросы по утятам на осень утята на осень как вы видите теперь уже точно будут утята двух линий есть чисто белые есть цветные то есть это две совершенно разные линии вот такие у нас тут дела подрастут кому надо что самцы самки можно заранее забронировать возможно по факту как определитесь так а это я показываю своих утят неизвестные породы это то что как я вам уже говорила мне дали десятки яиц я положила в метро вывела но это обычные утки эти утки обычно забиваются до 60 дней поэтому в общем то они уже оперились и я так думаю что скоро мы их уберем посмотрим какой выход по весу здесь голубой фаворит перемешку с белой уткой пекинской то есть такой вот винегрет каждый держит как ему нравится так индюки мая до сих пор гуляют это конечно безобразие но к сожалению у мужа нет времени с ними заниматься то есть индюк достаточно тяжелая птичка одному сложно это надо как минимум два человека хотя бы для того чтобы в конус заправить вот ну и я как уже говорила не могу толком определиться что именно и какой индюшок меня интересует какого оставлять какого нет так вот масштаб нашла так вот смотрите ребят еще у нас на птичьем дворе есть вот такая вот ну помойка другие забавок и она сюда мы сносим все ненужные деревяшечки сжигаем и вот здесь купаются наши птички вот такой пожарщий у нас это всегда это круглый год и решаем проблему с золой вот такие вот у нас дела все вроде бы все новости вам рассказала утяток показала показала как уточку любезно их приняла слава богу пока гулять не выпускаем потому что у нас очень много хищных птиц которые у нас утят могут уничтожать очень быстро в том году у нас за этого дня буквально от 16 утят осталось четыре я выпускала сюда на волю их в принципе утятам конечно это очень все нравится но жалко жалко птицы их хищные уносят очень быстро и вороны и сороки даже сороки уносит не говоря уже тут это ястребах которых у нас просто кишмя кишит вот такие вот дела но все ребятки погода у нас в 30 градусов приближается жарко невозможно птицы много пьет постоянно меняем воду в поилках вот эти красавчики утятки видите как чистятся стоят посмотрим что там с тушкой будут стать который идет сейчас вот этот идет это мускус а все остальные это вот поместные уточки а друзья была в малый ярославцы на птичьи в рынке хотела поснимать но там вот действительно какие-то дикошары продавцы уберите это очень короче не дали мне снимать ругались я говорю да вы чё ребята говорят же вам реклама но не суть не захотели не захотели не корма показывать мне не птицу показывать в общем так значит мускусов нет вообще от слова совсем в одном месте я нашла мускусов причем там было утят 5 наверное сразу видно было я спросила какой возраст трехсуточные они в два раза меньше моих утят и цена на них было 400 рублей вот так вот вот вам пожалуйста ваши вопросы по поводу инкубационного яйца мускусов из-за границы вот вам и ответ как говорится нету никакого яйца из-за границы надо понимать все взрослые люди санкции введены и без санкций то уже года три наверное франция не завозила намуток а тут еще и санкции так тем более вот так что какие-то утки есть фабричные то есть гибриды это черевели по моему пекинская утка по моему есть но я думаю что это башкирский благоварский завод а мускусов нет совсем никаких ни цветных не белых никаких вообще я не веду производственных вот такие вот дела так что приобретая задумывать что вы берете и желательно конечно если это птица фабричная да то на фабричную птицу спрашивайте документы я сама покупала в генофонде индюков вот этих вот белых широкогрудых и когда берешь на производстве там целая папка документов подтверждающие что это индики оттуда отсюда и общем то все 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 подробно я приобретала яйцо инкубационное даже на инкубационное яйцо прилагается очень много документов я вот кстати хотела всех показать ей но это было давно уже четыре года назад если ага запоросятами приехали так я побежал туда вот так что друзья документы должны быть все всех была рада приветствовать ко мне приехали люди запоросятками всем пока пока насчет утят и впоследствии подрущенных уточек в том году было очень много вопросов но у меня не было в этом году если утят не разберут то на осень будут подрущенные утки и самки и самцы звоните записывайтесь бронируйте всем пока без брони без брони сложно купить у меня птицу ну может быть где-то есть я не спорю берите где хотите я говорю просто про себя у меня без бронирования птиц купить практически невозможно всем пока пока все было рада приветствовать на своем канале пока